Доброе утро, уважаемые трейдеры! Все пятидневки — это итоговые протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям в финансовых рынках США. Напоминаю то, что это протоколы посвящены заседанию, которое состоялось, по сути, некоторое время назад, американского мегарегулятора, и протоколы могут пролить свет на возможные изменения монетарной политики. Для нас сейчас это очень важно, потому что, ну, точно не для нас, только для всех участников рынка, потому что если мы получим дополнительные намеки все-таки того, что ФРС продолжит действовать путем ужесточения режима через повышение ставки, то у нас доллар будет снова самым динамичным и растущим активом, а рисковым инструментом придется отступать. В общем, анализируем новостной фон, ищем поддержки для наших основных системных инвестиционных идей, и все они как раз завязаны на осилии американского доллара. Обо всем по порядку. Начнем мы сегодня с нефти, поскольку вчера, можно сказать, что этому активу был присвоен статус главного героя дня, учитывая новостной фон, который был ему посвящен. Полагаю то, что за динамикой нефти вы уже понаблюдали, можно в прямом смысле по бренду ИВТ, либо косвенно через динамику курса российской валюты. Вчера состоялось, можно так сказать, внеочередное заседание ОПЕК, где присутствовали, помимо, конечно же, представителей ОПЕК, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара, еще и Россия. Конечно же, стороны организовали встречу в попытке достигнуть каких-то согласованных действий, взаимопонимания по необходимости комплексных мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке энергоисурсов и слома того негативного тренда, который продолжается вот уже больше года. Фактическое решение было достигнуто. Приняли, опять же, решение заморозить объемы производства на тех уровнях, которые были достигнуты в январе 2016 года. После того, как мы услышали об этом решении, рынок услышал об этом решении, Brent тут же развернулся и с локальных максимальных уровней, которые были достигнуты на отметке 35.53, в ожидании того, что последует какое-то прогрессивное решение, нефть полетела камнем вниз и, по сути, добралась до минимальной отметки уже 31.92. В процентном эквиваленте потерь около 10%. Конечно же, очень много. Хотя 10% для нефти в последнее время это обычное поведение, вверх-вниз, но сейчас мы понимаем то, что помимо локального, скажем, фундамента, у нас, благодаря вчерашней торговой сессии и такому новостному фону, появился серьезный сигнал того, что Brent и WTI будут находиться под еще большим фундаментальным прессом. Почему же рынок негативно отреагировал на вроде бы как достигнутое соглашение? Я еще раз отмечаю то, что решение заморозить – это не решение снизить объемы производства. Данное решение никак не решает, простите за тавтологию, вопрос, связанный с гиперизбыточным предложением. Текущее состояние спроса и предложения, оно свидетельствует о том, что на фоне продолжающегося замедления мировой экономики нужно было принимать решение, чтобы снизить объемы производства, потому что только так можно было бы вывести и Brent, и WTI на более-менее оптимальные и высокие ценовые значения. Но поскольку было принято решение сохранить текущие объемы добычи, то есть вы знаете, что для России это исторический максимум – 10,8 миллионов баррелей, соответственно, в день. Что касается ОПЕК, это 32,63 – как раз та цифра, с которой мы познакомились пару недель назад, исходя из официальных отчетов. То есть больше, чем на 2,5 миллиона баррелей они превосходят квоту, которая была утверждена в декабре 2015 года, то есть по факту последнего официального заседания ОПЕК. И рынок, конечно же, понимает, что такое решение, оно не позволит через какое-то время достигнуть баланса между спросом и предложением. Исходя, опять же, из тех рисков, которые мы продолжаем закладывать для мировой экономики, я считаю, что дальше по-прежнему будет только хуже. Переизбыток будет регулярно расти. И все-таки мы понимаем, что соглашения, они очень часто достигаются на геополитической арене. Но очень редко стороны полностью и безукоризненно выполняют все пункты этого соглашения. Я клоню к тому, что ОПЕК, может быть, и приняла такую позицию, что не увеличивать объем производства. Но мне почему-то смутно верится в то, что стороны ОПЕК, члены ОПЕК, прежде всего Ирак и Иран, могут поддержать такую позицию. Почему? Потому что Иран вот только некоторое время назад освободился от финансо-экономических санкций. И, разумеется, хочет все-таки нарастить, увеличить объемы поставок. И помните комментарий, буквально датируется двумя днями ранее, о том, что Иран ни при каких условиях не будет отказываться от своих целей, увеличить поставки в ближайшем году и довести их минимум до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Сейчас это 2,99. Плюс ко всему, еще и Ирак, который активно противостоит террористической группировке исламского государства. Им нужны деньги для этого противостояния. И если по какой-то причине сейчас они вынуждены будут через это соглашение даже снижать объем производства, значит, они таким решением могут лишить себя. Не могут, а точно лишат себя прибыли и ликвидности, чего также мы вряд ли увидим. Поэтому решение, которое мы вчера услышали, я считаю то, что его ни в коем случае не стоит интерпретировать как позитивный сигнал, а учитывая ту динамику, которую мы видели, совершенно очевидно, что это негатив. Потому что до того, как оно было озвучено, еще рынок гадал и тешил себя надеждами касательно того, что, ну, наверное, все-таки договорятся. Если уж встретились, значит, назрело это необходимости таких масштабных глобальных переговоров. И по факту этих переговоров должно быть какое-то прорывное решение. Сейчас это решение озвучено, оно не предполагает снижение объемов производства, значит, мы закрываем тему возможного локального и среднедолгосрочного позитива для нефти. И смотрим исключительно вниз, потому что понимаем, что теперь Бренту надеяться, ну, можно разве что только на восстановление мировой экономики. Таким безудержный рост Китая, который сможет снова наверстать прежние темпы экономического роста и заявить о своих повышенных аппетитах на товарное сырье. Вы понимаете, что сейчас это сказки, этого нет. И, наверное, в ближайшие полгода мы точно не получим никакого оптимистичного сигнала по состоянию экономики Поднебесной. А значит, это долгосрочный фактор слабости и мировой экономики в целом. Поэтому текущие актуальные котировки 32.40, смотрим исключительно вниз. Теперь давайте будем ориентироваться на локальные отчеты. Сегодня, точнее не сегодня, а завтра утром в час 30 по московскому времени, точнее, можно даже сказать, ночью, выйдет отчет по АПИ. Это частная оценка по запасам нефти. Я считаю то, что можно смело настраиваться на прирост этого индикатора. И спустя на сутки будет уже официальный данный, официальная статистика, где мы также ожидаем прироста. Поэтому все сейчас складывается в пользу того, чтобы нефть можно было бы активно распродавать. Мы, соответственно, уже в сделке, уже в трейдинге. И ждем снижения в районе 25 долларов за баррель. Российская валюта реагирует совершенно логичным образом. 78 рублей против доллара. Девальвация сразу же последовала вслед за откатом нефти. И серьезная просадка углеводородов стала причиной серьезной слабости внутри дня и курса российской валюты. Да, может быть, рубль будет ориентироваться на приближающийся налоговый период, который стартует 25 февраля. Но полагаю, что надежда на то, что этот налоговый период может стать причиной слома вот этого негативного тренда по рублю, не стоит. Потому что все-таки ключевым фактором остается нефть. А нефть у нас обещает снижаться и тащить за собой позицию рубля. Поэтому у нас ближайшая цель, ближайшее сопротивление 80 против доллара. И уверен, прям что-то подсказывает мне, что после вчерашней торговой сессии и после соглашения, в кавычках, скажем так, между представителями ОПЕК России, я советую и даю рекомендацию того, что можно ориентироваться на 85 как минимум. Потому что это как раз тот ориентир, который мы увидим в ближайшее время. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.11.64. Динамика евро-доллара вчера была довольно интересная. Большую часть торговой сессии мы видели, как европейский валютный актив подрастал. Соответственно, реагируя на, может быть, факторы, либо предпосылки, прошу прощения, ухудшения рыночных настроений. Хотя и сегодня мы видим позитивный тренд по евро-доллару. Хотя, наверное, действительно, если спроецировать на поведение азиатских фондовых индексов, мы видим, как проседает шанхайский композитный индекс, никий, то просадка незначительна. Вполне возможно, что трейдеры увидели в этой незначительной просадке намек на ухудшение рыночных настроений. И сейчас толкают евро вверх. Но все-таки других причин сейчас нет. Мы уже отошли от статуса евро как валюты финансирования, потому что понимаем, что за последние несколько дней ситуация на фондовом рынке, будем надеяться, стабилизировалась. И сейчас нам можно ориентироваться на фундамент, национальную статистику. Вчера вышли данные по оценке экономических условий, адзию и бизнес-ожидания, то есть бизнес-оптимизм. Вы знаете, отсчеты крайне плохие. И в целом эта статистика является еще одним сигналом потенциальной решительности Европейского Центрального Банка на заседание в марте. Мы, собственно, и ориентируемся на то, что ЕЦБ анонсирует изменение монетарного курса либо через решение программы количественного смягчения, либо через снижение процентной ставки. И непременно это найдет свое отражение в динамике евро, отправив его к более низким ценовым значениям, чем те, на которых он торгуется сейчас. Для нас по-прежнему ключевой ориентир – это 1.10. Это для долгосрочной сделки, как только коснемся этого рубежа, будем ставить на уровень 1.05. Но для тех, кто все-таки еще не в рынке, не воспользовался моей вчерашней рекомендацией и предпочитает сейчас получить какой-то дополнительный сигнал, я все-таки советую подождать, не лезть в рынок сейчас, тем более, что на повестке у нас протоколы ФРС, которые могут неплохо тряхнуть рынок. Я даже в этом не сомневаюсь, потому что волатильность будет большая. Мы можем услышать какие-то новые комментарии, интересные для нас, какие-то фундаментальные сюрпризы, хотя надежды и вероятности этого мала. Почему? Потому что все, что можно было знать и нужно было знать рядовым спекулянтам, об этом нам рассказала Елен в ходе своего последнего выступления на прошлой неделе. И ее комментарии, еще раз напомню, носили исключительно мягкую риторику. И эта мягкая риторика создала очень хорошие возможности для ослабления доллара и роста рисковых инструментов. Если сегодня этот фон не изменится, если сегодня от ФРС мы снова будем получать только сигналы того, что американская экономика дисконтирует риски глобального экономического спада, это сказывается на росте ВВП США, а может быть даже станет через какое-то время причиной рецессии американской экономики, то, разумеется, мы снова увидим ослабление доллара и рост рисковых инструментов. Как я и отмечал в ходе вчерашней торговой сессии, есть все-таки еще вероятность того, что евро-доллар коснется очень важного сопротивления. Это как вызов для нее на уровне 1.15. Только после этого пойдет ниже к тем целям, которых придерживаемся мы. Это как альтернативный сценарий, но вероятность его все-таки и присутствует. И то, что евро сейчас торопится вверх, отчасти может как раз и добавить баллов, возможности для этой идеи. По евро все-таки для тех, кто вне рынка еще советую, долго мы уже ждали, больше двух недель. Хорошо, что в этот момент мы не, скажем, опасались за возможное влияние волатильности на наши депозиты. Осталось подождать еще чуть-чуть, потому что очень скоро, уверен, на рынок вернется логика и возможности отыгрывать опять фундаментальные факторы. И мы в этот момент, разумеется, будем на рынке. Фунт против доллара. Здесь мы видим серьезное ослабление британца. Актуальные котировки 1.42.93. За вчерашнюю торговую сессию фунт против американцев потерял около 130 пунктов. Мы говорили о том, что фунт будет ориентироваться на национальную статистику и если получит, опять же, сигнал того, что все плохо, тут же окажется усадером. Это была моя рекомендация. И вы прекрасно знаете то, что, судя по вчерашней статистике, индекс потребительских цен не просто оказался на мрачном оценочном означении минус 0,7%. Он превысил этот рубеж и фактическая цифра минус 0,8%. Ну, просто хуже некуда. И индекс потребительских цен является предвосхищающим фактором, указывающим на потребительскую активность. Поэтому, видя такие риски дефляции, уже реализованную дефляцию, видя то, что уже второй месяц подряд индекс находится на столь низких значениях, я считаю то, что Банку Англии, может быть, уже пора рассматривать возможность не повышения процентных ставок, как каких-нибудь мер дополнительного стимулирования. Эта позиция также присутствует еще на рынке. Я думаю, что через какое-то время комментарии о нечто подобном мы получим и со стороны английского регулятора. Сегодня также довольно интересная торговая сессия, и с точки зрения отчетов она будет посвящена также британцу, поскольку в 12.30 по московскому времени у нас отчеты по заработной плате. И если индекс потребительских цен, как я отмечал в ходе еще вебинара в понедельник, является отчетом, который говорит о потребительской активности и уровне инфляции за прошлый месяц, то заработные платы позволяют нам спрогнозировать, какой показатель по инфляции мы увидим спустя месяц. И сегодня, кстати, отчет также обещает быть очень плохим, я в этом также не сомневаюсь, поэтому предлагаю вам инвестиционную идею селс-стоп по с уровня 1.4275. Стоп-лосс можно поставить на отметке 1.4350. Что касается тейк-профита, полагаю, что фунт уже серьезно пошел на отметку 1.40. И если по какой-то причине сегодня и у нас появятся возможности увидеть неплохой рост доллара, тогда эта цель может быть еще больше приближена, и уже через недельку мы точно доберемся до этого рубежа 1.40. Далее идем. Доллар японская иена. Актуальная котировка 113.78, до 115 мы не добрались. Причина тому слабость американца, присутствующие опасения за возможную действительно рецессию, слабая статистика ожиданий того, что сегодня протоколы ФРС разочаруют, ну и еще снижение доходности американских трежерис. Также отмечу, что на азиатской торговой сессии иену, как защитный актив, поддержала еще слабости мировых фондовых секций, ну азиатских пока, потому что Европа еще только впереди США. И может быть там тренд изменится, и мы увидим уже позитивный настрой. Думаю, что все будет зависеть, как я уже отметил, от протоколов, но для доллара и японской иены уж точно. Если мы получаем сигнал о том, что американская экономика готова к повышению процентных ставок, и прежний негатив был преувеличен, значит USD иена снова идет у нас в район 115, откуда мы будем готовы поднимать вверх и двигаться с ней выше. Если сигнал будет слабым для доллара, значит USD иена продолжит снижаться, но мы знаем то, что внизу также у нас есть помощник в виде возможных интервенций со стороны Банка Японии. Они держат руку на пульсе, и при снижении, опять же, в район 111, может быть даже 112, да, лучше сначала ориентироваться на поддержку 112, какой-то дополнительный новостной фон, я уверен, появится на рынке хотя бы в формате слухов, и к ним также нужно будет готовиться. Также вчера я предложил идею по торговле австралийцам с отметки 0,71.50. Почему? Потому что по протоколам, опубликованным ранним утром, мы получили очень много двухсмысленных сигналов, крайне нелогичное поведение австралийца на то, что, в принципе, Резервный банк Австралии отметил тогда исключительные риски как со стороны Китая, так и со стороны снижения роста мировой экономики. И реакция австралийца была ростом. Мы предположили, что, скорее всего, это некоторое заблуждение, и трейдеры все-таки, наверное, осознают необходимость распродаж этого актива, учитывая такой новостной фон. Поэтому я предложил продавать австралийца, сейчас он торгуется уже на отметке 0,70.91. Можно, конечно же, ориентироваться на уровень 0,70, но не забывайте, что в такой ситуации можно сразу передвинуть, соответственно, этот ордер в состоянии без убытка, ну, либо держать стоп-лосс, который назначится на отметке 0,72, чтобы уж совсем создать возможность того, что пара может выстрелить наверх, но все равно общий тотальный фонд толкнет ее непременно вниз до достижения уровня стоп-лосса. Я считаю то, что австралийец явно пошел уже на север, 0,70 – это вопрос ближайшего времени, и оттуда мы снова еще большим ордером, большей сделкой войдем в трейдинг и будем ориентироваться уже на долгосрочные цели в районе 0,65. NZD USD, Новозеландец против доллара, у нас снижение 0,65.73. Сейчас мы предполагали то, что слабость также не заставит себя долго ждать, особенно после последних молочных аукционов, и 0,65 – это также является нашим ориентиром, после которого мы будем вступать в игру и торговать и новозеландцем. Ориентируемся на это значение, как только закрепимся ниже, я предложу вам инвестиционную идею. USDCAD 1,3874, канадец сейчас снова ослабеет из-за слабости нефти, и учитывая то, что я в ходе этого брифинга отметил, что мы получили долгосрочный такой фон ослабления, соответственно, энергоресурсов, значит, можно также ориентироваться на долгосрочную слабость и канадца. У нас, если вы помните, по USDCAD очень высокие и амбициозные ожидания – это 1,40, а потом и 1,45. Полагаю, что туда мы уже и идем. По USDCAD то же самое, сейчас 0,9863, впереди у нас по факту возможного роста доллара, и еще тех же самых старых добрых спекуляций на тему того, что Национальный банк Швейцарии может отличиться валютными тревенциями, чтобы ослабить курс национальной валюты, потому что дорогой франк подрывает способность национальных производителей. Ждем паритета, а потом и уровня 1,03. Из важных отчетов, повторяюсь, сегодня в 16.30, точнее в 12.30 по московскому времени, сначала данные по рынку труда Англии, в основном ориентируемся на зарплату и ждем еще одного сигнала для слабости британца. И в 22.00 протоколы, о чем мы уже поговорили, самые важные события этого дня, и ждем в связи с этим повышенной волатильности. И завтра ночью, точнее утром даже, но в 30.00 по московскому времени, ну в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Для кого-то раннее утро, для кого-то самое что ни на есть настоящая ночь. АПИ. Ждем роста запасов и, соответственно, еще одного фактора дополнительного давления на позиции нефти. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Амаркетса. С радостью на все из них отвечу. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. И удачной торговой сессии. И удачной торговой сессии.